ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК Мы как раз обсудим ситуацию с ВИЧ и СПИДом в нашей стране. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что и вы к нам пришли. Для начала хотелось бы задать такой очень общий вопрос. Мы знаем всегда, что СПИД это где-то рядом, это ужасно, это катастрофа. При этом размеры катастрофы, ну вот конкретно в нашей стране, люди либо не знают, либо не очень хотят знать, насколько действительно для нашей страны это вот здесь и сейчас, что называется, серьезная или даже катастрофическая проблема. Специально к этому дню, к дню памяти людей, умерших от СПИДа, Федеральный центр СПИД делал пресс-конференцию, и академик Покровский сказал факт, который как раз мало кто знает, о том, что практически во всем мире ВИЧ-инфекцию удалось остановить, и наша страна относится к тем немногим странам, где эпидемия, к сожалению, продолжает развиваться. И в прошедшем году, в 2012 году, 190 новых случаев заражения ВИЧ регистрировалось ежедневно. И эта динамика постоянно нарастает. Если до этого, в предыдущие годы, в 2007 это было 130, в 2011 это 170, то сейчас 190, мы видим, что это растет. И что это значит для нас, это не только ведет к тому, что люди инфицируются, но это колоссальная нагрузка на наш бюджет, потому что спустя 5-7 лет каждый из этих людей потребует лечения. Это стоит примерно 120 тысяч рублей на каждый случай. То есть 190 людей, которые заразятся сегодня, это 120 тысяч через 5-7 лет ежегодно. Эдуард Владимирович, скажите, пожалуйста, почему не удается остановить эпидемию СПИДа в нашей стране? Ну, вы знаете, статистика вещь лукавая. У нас с 2004 года действительно идет постоянный рост, хотя в мире и в Европе, и в Америке, даже в Африке удалось ситуацию переломить. Хотя в России, еще в бывшем СССР, была создана одна из лучших в мире системы эпиднадзора. У нас более 800 лабораторий, которые занимаются диагностикой. Во всех территориях, во всех субъектах Российской Федерации есть территориальные центры, городские центры. Вы можете бесплатно пройти обследование на ВИЧ. И действительно были сделаны очень серьезные на первых этапах шаги по борьбе с этой инфекцией. А потом, я думаю, дитя оказалось без, так сказать, хорошего руководства. Потому что вот до сих пор непонятно, кто отвечает за эту проблему в целом. В прошлом году была расформирована уже практически год назад правительственная комиссия, которой руководила тогда бывший министр здравоохранения Голикова. Но она, правда, два года и не собиралась, эта комиссия. Но, простите, пожалуйста, я не знаю, может быть, это какая-то банальная наивность, но разве не Минздрав соцразвития должен отвечать за этот вопрос? Ну, вот такой вывод предельно очевидный на поверхности. Нет, Минздрав отвечает за закупку и распределение лекарственных препаратов. А, например, такие вопросы, как разработка вакцин, микробицидов, система профилактики, это вообще непонятно, кто за это отвечает. То есть Минздрав не занимается системой профилактики? Не занимается реально сейчас, и это большая-большая проблема. Вот я знаю, что одно из дел расследовала генпрокуратура. Практика такова, вот, скажем, к концу года вдруг объявляется там тендер на какие-то, ну, на профилактические работы, да? Кто-то выигрывает, не хочу называть конкретные имена, да? Выполняет эту работу в течение 39 дней. Никто не видит этого результата, деньги на это уходят довольно серьезно. И вот сейчас Следственный комитет по представлению генпрокуратуры занимается одним из таких следований. Но проблема-то, это мелкие такие факты. Главная проблема в том, что нет руководства, да? Вот, скажем, США руководит проблемой этой первое лицо, президент Обама. Во многих государствах Меркель лично руководит Германией. У нас даже на уровне замминистра вы не найдете человека, который отвечает за эту проблему. Проблема ведь не только медицинская, это не только лекарство. Тут у нас более или менее все в порядке. Это ведь проблема социальная, это проблема образовательная. Вы должны... У нас что произошло? У нас сейчас эпидемия сместилась на самом деле в самый репродуктивный активный возраст. Между 25-40 годами. Каждый сороковой мужчина в России заражен. Если это будет продолжаться таким образом, от кого будут рожать женщины, кстати говоря? Татьяна, вот это вот, ну, то, что сейчас рассказывает Эдуард, не могу сказать, что напоминает мне, потому что не, там, не жил в Советском Союзе. Но, насколько я понимаю, вот как раз тогда была такая практика, когда, там, в Советском Союзе как бы не было инвалидов, потому что их никто не видел, о них никто не говорил. В Советском Союзе как бы не было СПИДа, потому что, как бы о нем никто не говорил, и вот этой проблемы как бы не существовало. Она вот в такой вакуумной упаковке была. Это, получается, сейчас, в общем, происходит примерно то же самое, если за нее никто не хочет отвечать. Я бы сказала, добавила, почему нам не удается остановить так же эпидемию, потому что сейчас идет очень большая борьба, скажем так, между людьми, которые вовлечены в профилактику, в лечение. Есть большая группа людей консервативно настроенных, которые считают, что на эту тему не нужно разговаривать, потому что она влечет за собой вопросы обсуждения сексуального поведения, в том числе таких вопросов, как гомосексуальность, как ранний сексуальный дебют среди подростков. Мы не сможем остановить эпидемию до тех пор, пока мы не начнем эффективно бороться с наркоманией, а с этим у нас тоже большие проблемы, потому что большая часть общества считает, что наркопотребителей нужно просто садить в тюрьму или принудительно лечить, но, к сожалению, с точки зрения эпидемии ВИЧ-инфекции, это приводит к тому, что мы не можем получить доступ к этим людям, которые ведут рискованное поведение. Подросткам мы не рассказываем о том, что есть не только верности воздержания, но и презервативы. И в результате этого та группа людей, те специалисты, которые руководствуются мировым опытом, а мировой опыт показывает, что мы должны на эту тему говорить, и, к сожалению, пока сейчас не слышат. И что касается того, что почему на эту тему мы боимся говорить, например, недавно было любопытное исследование по поводу телевидения, все-таки телевидение дает нам возможность привлечь внимание большого количества людей к каким-либо проблемам. Так вот, ВИЧ-инфекция является одной из тем, которую телевизионные каналы неохотно освещают, потому что это связано с умиранием, это неразвлекательно, и поэтому, к сожалению, люди редко слышат о том, что эта ситуация актуальна. И в этом плане дождь – счастливое исключение. Согласна с этой точки зрения, Дарья Владимирович? Ну да, если тема не табуирована вообще, то они и забыли, безусловно, но общество не знает, безусловно, но не знает не только общество. Я думаю, что руководство страны тоже слабо себе представляет ситуацию, потому что им дают утешительные цифры, и я думаю, что реальную ситуацию знают плохо, потому что вот Татьяна здесь упомянула, что у нас за прошлый год около 70 тысяч инфицированных, да, и она посчитала, что это где-то 190 человек в день. Но это официальные цифры, тестируется от 12 до 15 процентов населения, да, и это дает нам цифру 70 тысяч. Но не надо эти 70 тысяч умножать на 10, но на 2, на 3 вы можете умножить совершенно спокойно. То есть реально у нас заражается ежедневно не меньше 300, сейчас 400 человек в день, а официальные цифры статистики 703 тысячи инфицированных, а эксперты оценивают от 1,2, от 1,5 до 2 миллионов инфицированных в России. То есть мы перешли порог, тот порог, который считается, кстати говоря, порогом национальной катастрофы, 1% инфицированных. Ну, по официальной статистике, 1% инфицированных у нас в некоторых регионах, Иркутская, Самарская область, Свердловская и так далее. Но на самом деле реально 1% россиян уже инфицированных, это очень плохо. И как я еще раз говорю, нет национальной стратегии, нет плана борьбы, нет поэтапных вещей, не поставлены главные конкретные задачи. Хотя, и абсолютно, конечно, про науку забыли. Россия почему-то думает, мы, кстати, тратим огромные деньги, нельзя ругать правительство, что денег не выделили. Я вот, кстати, хотел спросить, это же действительно, ну, опять-таки, вот на мой отстраненный, ну, с моей отстраненной точки зрения, это же жутко недальновидно, потому что если люди, ну, там, заражаются, заражены СПИДом, то все равно же государство в какой-то момент вынуждено тратить гигантские деньги на их лечение, на поддержание в них жизни. Нет, просто на поддержание жизни. Мы покупаем на огромные деньги, на эти миллиарды, мы покупаем зарубежные лекарства. Потому что в России больше 20 лет нет своей программы создания лекарств. Своей программы разработки вакцины. Она дважды начиналась и дважды прекращалась. Нет своей программы разработки микробицидов. Это препараты, которые прерывают половую передачу ВИЧ. То есть нет национальной стратегии вообще, и никто в правительстве как таковой, потому что это должна быть персона, ну, на уровне вице-премьера, который координирует деятельность между разными министерами. Это отнюдь не только задача Минздрава. Это задача и Миноборнауки, обязательно. Это задача и Минюста, это задача Минтруда. Понимаете, тут много вещей. У нас больше 15 лет не было случаев внутрибольничного заражения. Сейчас они есть. Сейчас они есть. У нас десятки детей сейчас заражаются при грудном вскармливании. За это спасибо доморощенным идиотам, спид-диссидентам, которые, кстати, им великолепную дают трибуну. Они книжки издают и на телевидении появляются. А расшифруйте, пожалуйста, термин. Это люди, которые отрицают, что никакого спида нет. Это один из замечательных способов бороться с проблемой. Ее нет вообще. Вируса нет, болезни такой нет. Это все придумано злыми дядьками. Ну да, приходилось слышать. Да-да-да, в лабораториях придумали. Одни говорят, что вирус сделали в лабораториях. Другие говорят, что вообще ничего такого подобного нет. И эти люди имеют широкую трибуну. А российский человек очень доверчив. Эти мамы несчастные, инфицированные, которым врачи говорят, вы должны делать это, 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 это. Вы должны пить лекарства, но лекарства токсичны. Вы должны их пить по определенному регламенту, иначе нанесете вред будущему ребенку. Вы ни в коем случае не должны вскармливать грудью, потому что тогда есть риск заражения ребенка, он недолго проживет и так далее. А тут говорят, да вы что, вы им не верьте. Это же, это же враги, они на вас наживаются. Никакого вируса нет. Вы что, бросаете это дело? Не хочу называть имена известных журналистов, которые, кстати, на центральных каналах это озвучивают. Татьяна, скажите, пожалуйста, наверняка же этот вопрос об отсутствии стратегии, отсутствии некоторых шагов, он же наверняка ставился, ну в том числе и в лоб, ну некоторым конкретным людям. У них же, наверное, есть какая-то аргументация, согласно которой они себя ведут. Вот что они говорят? До прошлого года Министерство здравоохранения нас просто не видело и не слышало. Из-за этого активистам приходилось приковывать себя наручниками просто к воротам Минздрава, чтобы их услышали, что существуют проблемы. Есть депутаты, которые говорят о том, что вы придумываете и такой серьезной проблемы у нас нет, у нас все лучше, чем за рубежом. Я думаю, что долгое время чиновники настолько боялись на эту тему говорить, да, что просто делали вид, что этого не существует. Но сейчас эпидемия настолько велика, что ее игнорировать уже просто невозможно. И поэтому в этом году произошло некое чудо. Буквально на днях Министерство здравоохранения собрало общественные организации, собрало экспертов и сказал нам, давайте разрабатывать стратегию. И сейчас этот процесс начнется. Мы сами не можем поверить в свое счастье, что это происходит. И надеемся на то, что, может быть, в следующем году как-то нам все-таки удастся, наконец, сделать адекватные действия, чтобы на эпидемию влиять. А я хотела добавить, если честно, еще два слова о том, почему очень часто бывают простые граждане говорят, ну, хорошо, ладно, вот есть эпидемия, меня не касается. Ну да, то есть я не наркоман, но у меня семья дети, я, собственно, верен. И что вообще вот эти вот колющиеся дураки? Очень же распространенная парадигма. Распространенная такая. Да, говорят о том, зачем их лечить, пусть умрут, и на этом все закончится. Но дело в том, что нужно понимать, что человек, который заражается ВИЧ-инфекцией, ВИЧ приводит к снижению иммунитета, и поэтому самое первое заболевание, от чего чаще всего страдают ВИЧ-положительные люди, это туберкулез. И если вы будете смотреть статистику, то сейчас очень сильно растет туберкулез в России. И если, например, хорошо, вы верны своей жене, допустим, хотя мы сами понимаем, насколько это часто с оговорками бывает, то дышать вы не перестанете. И поэтому туберкулез распространяется в том случае, если мы не лечим ВИЧ-инфекцию. И второй аспект, который я хотела отметить, о том, что сейчас наиболее характерное лицо ВИЧ-положительного клиента, это молодая девушка, которая вышла замуж, забеременела и вместе с беременностью узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. И поэтому вот просто хочу обратиться к людям сейчас, пожалуйста, если планируете выходить замуж, если у вас предстоит первый сексуальный контакт, если вы вообще когда-либо вступали в сексуальные контакты без презерватива, обязательно сдайте тест на ВИЧ, потому что это просто очень-очень-очень сейчас часто встречающаяся проблема. Дорог Владимирович, скажите, пожалуйста, вот мы, ну, собственно, как-то так, несколько обошли эту тему, хотелось бы чуть подробнее поговорить. Собственно, основные причины возникновения эпидемии, вот за счет кого, в первую очередь, за счет каких групп и каким образом прирастает число ВИЧ-инфицированных в стране? Ну, если не вдаваться, скажем, в историю, известно, что вирус этот возник в мире животных, и человек получил его в результате зоотрансмиссии, вообще от обезьян, от шимпанзе. Вот. В разных регионах мира был разный тип эпидемии. Скажем, американская эпидемия отличается от российской, там, путепередачи. Там в большинстве своем заражены секс-меньшинства. У нас другой портрет эпидемии. У нас, ну, опять, не говоря, так сказать, исторически, у нас несколько лет назад доминирующей группой и доминирующим путем распространения были наркотики. Наркотики. А сейчас, если в целом по России, то у нас более 50% прироста новых случаев инфекции, это гетеросексуальная передача. То есть половой путь передачи вируса. Это наркоманы. Вот. Они сейчас, они занимают, значит, приблизительно, там, 48-49%, наверное. И небольшой, там, около полутора процентов по всей России, это вот, так сказать, путь передачи среди секс-меньшинств. Вот. Есть, теперь, к сожалению, растет путь передачи парентеральный, вот эти нозокамеальные очаги в больницах, грудное скармливание, есть какое-то... В Москве, кстати, другой, другой портрет эпидемии. В Москве это наркоманы, очень значительный путь передачи, это гетеросексуальная передача, и четверть всех случаев передачи вируса в Москве, это как раз секс-меньшинство. А по всей России это только полтора процента. То есть с этими группами уязвимыми надо работать. Нельзя закрывать глаза на то, что этого нет, это есть. Значит, не надо этому, может быть, придавать слишком там большую огласку, но конкретно со всеми этими группами работать надо обязательно. Я, кстати, вам должен сказать, что я впервые прочел о том, хотя говорим мы об этом больше 20 лет, впервые я прочел о том, что нужна стратегия национальная для развивающихся вид в указе президента, о государственной стратегии в интересах детей. Это 2012-2017. И только в этом документе появляется пункт совершенно неожиданно, я не знаю, какой умный человек это туда сумел положить. Я знаю, кто этот умный человек. Что необходимо разработать национальную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции. Вот сейчас у нас вообще традиционно Роспотребнадзор имеет очень большой опыт борьбы с этой инфекцией, там хорошие кадры. И Геннадий Онищенко в прошлом году выпустил постановление, очень серьезное, хорошо проработанное, о мерах по противодействию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Там многие вещи названы своими именами. О том, что у нас, это бюрократический язык на счетке, стабильно ухудшающаяся ситуация. Ну вот один из редких поводов похвалить Геннадия Онищенко. Татьяна, скажите, пожалуйста, давайте назовем уже человека, которому должны быть благодарны за этот пункт. Ну, насколько я знаю, это произошло благодаря Общественной палате и Борису Альчулеру, который занимался как раз разработкой стратегии в интересах детей. Если мы говорим об этой стратегии, да, понятно, не мы ее будем принимать и там... Почему? Мы тоже. Да, мы тоже. Ну, то есть, но при нашем участии... Боль средств массовой информации колоссальна. Сейчас она, к сожалению, не хочу никого обидеть, она негативна, потому что СМИ либо к этой теме не обращаются, либо педалируют какие-то вот такие скандальные истории, кто-то, что-то, чего-то. Или же вот такие вещи. СПИДа нет, вируса нет, кто-то наживается. Или известный журналист выходит на тебя, говорят, эти ублюдки из ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Ну, что это такое? А что должно быть в этой стратегии? Ну, вот просто какие-то ключевые первые... Если мы хотим снижать и защищать население Российской Федерации, и один процент населения поражен, значит, мы знаем, что даже при лечении больше 10-12 лет эти люди не живут. Значит, не надо быть сократным, чтобы посчитать, что если у вас около полутора миллионов людей заражены, то через 10 лет, через 12 лет они умрут. Это полтора миллиона могил молодых людей. Это значит, их родители останутся без помощи в старости. Это значит, те дети, которых они родят, потому что это репродуктивно активный возраст, останутся без родителей. Это же колоссальный демографический удар по стране. Это же будет влиять и на рабочую силу. Мы и так у нас демографические проблемы. Это же надо понимать, это надо оценивать. Что должно быть в стратегии, чтобы этого не произошло? Так, это опыт уже колоссальный мир имеет. Вот европейские страны справились. Один из лучших примеров Германия. В Германии, там население сколько у нас в Германии? 83 миллиона, у нас 143. В Германии за год чуть меньше 3000 случаев заражения. За год. За год. У нас 70. То есть это у нас за неделю 3000 человек? Ну, у нас, в общем, это один момент. А второй момент, учтите, в Германии и в России разные системы статистики. Разные системы статистики. Наша система существенно четче. И на самом деле мы точно знаем, кто даже. Они, у них estimated, оценочные оценки. Но если мы применим их систему оценки, то у нас заражается не 70 тысяч, а как минимум 200. Какие шаги? Я думаю, что, на самом деле, то, что я буду предлагать совершенно точно, нам нужна профилактика. Мы должны честно признаться, что у нас есть секс в России. Мы должны людям объяснить, как себя защитить. Если они не только верны одному единственному партнеру. Грубо говоря, это вот извечно обсуждающийся вопрос, нужно ли детям в условном девятом, десятом классе рассказать, что мальчик с девочкой дружат, и хорошо бы, чтобы они дружили с применением презерватива. И мы должны признать, что у нас это есть, мы должны им об этом начать говорить. И не только им, потому что у нас не предохраняются и взрослые тоже. Что мы видим на эпидемии абортов, как среди подростков, так и взрослых людей. Мы должны, на мой взгляд, я не знаю, возможно, это дискуссионный вопрос, но я считаю, что мы должны перестать вкладывать столько денег в массовый скрининг, потому что мы абсолютно... Абсолютно. Мы 18% населения тестируем, но при этом это бабушки, дедушки, люди, которые ложатся в больницу. Люди, которые ходят в поликлининг. Да, да. И должны тестировать, соответственно, те группы, которые реально уязвимы, и которые сейчас практически тестированием неохвачены. Добровольно или... Это должно быть добровольное тестирование, но при этом это должно быть... Нужно объяснить людям, почему им нужно идти. Мы должны бороться со спецдиссидентством, потому что это очень опасная вещь. Сегодня мне моя подруга написала о том, что у нее третий знакомый за этот год умер от того, что он отказывался принимать препараты. Это начинает носить массовый характер. И мы должны эффективно лечить и работать над тем, чтобы цены на препараты снижались, потому что мы покупаем препараты по колоссальным... Да, у нас дорогое лечение. Ну, нужны научно обоснованные вещи. Это все должно быть... Надо тестировать, не надо тестировать, сколько и кого. Это должны быть научно обоснованные рекомендации. И, конечно, нужны отечественные научные программы для разработки вакцин. Между прочим, одна из российских вакцин, она прошла испытание первой фазы на добровольцах. Она разработана под руководством академика Хаитова в Институте иммунологии. Есть вакцины, которые разработаны в Петербурге и в Новосибирске. А одна из вакцин находится в топ-листе мировых вакцин. Но уже несколько лет на нее никто не выделяет средства. Эти исследования остановлены. Значит, нужно и научное сопровождение этой программы обязательно, потому что никто за Россию эти проблемы не решит. Тем более, что вирус, который распространен в России, абсолютно не похож на то, что гуляет в Европе и в США. Это абсолютно уникальный вирус. Я могу добавить буквально еще две вещи, которые в более долгосрочной перспективе нам нужно решить. Мы должны решить проблему с дискриминацией гей-сообществ, потому что без этого мы не сможем ничего сделать. И мы должны начать эффективно решать проблему наркомании и также поддержки людей, которые употребляют наркотики. Спасибо огромное вам за этот очень важный разговор. У нас в студии были Татьяна Евлампиева из фонда «Фокус-Медиа» и Эдуард Карамов, профессор, доктор биологических наук, один из разработчиков отечественного препарата против ВИЧ. Мы говорили о проблемах ВИЧ и СПИДа в нашей стране. Следующий выпуск новостей в эфире телеканала «Дождь» в 14.00. Оставайтесь с нами. Аминь.